Титул «Самый безбашенный пати в последний день лета» смело может достаться Моргенштерну, и тут ничего необычного. 23-летний фрешмен обещал сделать свою свадьбу так, чтобы это запомнили. Да, одна подготовка чего только стоила. Само торжество Алишера и его 21-летней уже жены Дилары началось в лучших русских традициях. С выкупом, конкурсами и раритетным авто дедушки Алишера, на котором звезда приехала забирать свою ненаглядную. Дичь на вечеринке была повсюду, это просто надо было видеть. Настя Ивлеева в наряде черной вдовы, костюм Дани Милохина и сами молодожены, которые в какой-то момент поменялись одеждой. Странно, но остались в шоу-бизе и те, кого на этот праздник не пригласили. Кажется странно хотеть попасть на вечеринку к людям, которых ты не знаешь. Может быть в шоу-биз-тусонке такое принято, в нашем мире людей не очень принято. Хотя поговаривают, что при желании на свадьбу мог попасть абсолютно любой человек, заплатив всего 50 тысяч рублей. Алишер на траты тоже не скупился. Тамадой при полном дресс-коде 90-х у него стала Ксения Собчак. И вряд ли Морген сдался без выгоды. Либо деньги ему за интервью все-таки упали на счет, либо Собчак ведет торжество бесплатно. Ксения Анатольевна успевала не только веселить молодежь в образе дальней уродственницы, но и совсем не жадничала контентом с мероприятия для тех, кто туда не попал. Закончилась свадьба без драк, но тоже в лучших традициях веселых 90-х. Визитом полиции. Сотрудники которой, ну, очень были взбудоражены слухами, что торт на праздники слегка пропитан запрещенными веществами. Продолжение следует...